Завершается апрель, а весна так и не наступила. Так звучит шутка последней недели уходящего месяца. И это особенно обидно осознавать нам, садоводам и огородникам. Из-за холодов многие работы на дачных участках застопорились. Что же можно делать с наступлением мая в саду и огороде, чтобы спасти будущий урожай? И сегодня вы узнаете, где можно увидеть прекрасные сакуры и цветок из пасти дракона. Садовый календарь, какие работы проводить в мае на приусадебном участке. И как Сочи спасают самшит, каштаны и другие зеленые символы от насекомых инвайдеров. В Сочи начался сезон цветения сакуры. Посмотреть на благоухающую чудо-вишню приезжает тысячи туристов из разных городов России. Когда с неба ничто не светит, а поля ярче солнца, злаком тяжелым склонюсь над землею. Это Хоку, японская трехстившая собственного сочинения. Ольга, приехавшая в Сочи четыре года назад из Сибири, вспомнила, любуясь от цветающей сакуры, хвост орла над прудом в японском саду. Город влюбил девушку в себя своей невероятной красотой. Любимым местом стал парк Дендрарик, где круглый год можно наблюдать за удивительными растениями из самых разных частей света. Цветение сакуры в парке уже давно стало событием, которое привлекает туристов. Они приходят сюда в эти дни, чтобы увидеть в Сочи кусочек Японии. Сакура – это символ Японии, в которой с ней связан целый сезон, который называется ханами или оханами. Фестиваль любования цветением сакуры, как известно, это быстротечное явление, и японцы очень любят медитировать, наблюдать за сакурой и размышлять о том, как скоротечное наше время, так как сакура отцветает очень быстро, и ее красота увидает буквально через 7-10 дней. В этом году сакура в Дендраре распустилась в срок, но последовавшие дожди затормозили ее на целых три недели. И сейчас сочинцы, съехавшиеся почти со всей России гости города, любуются вторым этапом цветения удивительных сакур нескольких сортов. Ну, это просто такое изобильное цветение, поэтому всем желаю цветить, цвести, расцветать, процветать вместе с такими замечательными вообще людьми, не знаю, планетой, природой, все прекрасно. Просто отдыхать, вот у вас известный Дендрарий, сегодня пошли посмотреть, вот тут все цветет, очень приятно. Очень красиво на самом деле цветы, да, то есть приятно видеть, что у нас, в принципе, здесь такая весна, уже несколько месяцев и все цветет. Вообще очень красиво, непривычно. Откуда вы приехали? Мы приехали из Казани. Всего в парке Дендрарий собрана коллекция из 7 видов и 22 сортов сакур. Полюбоваться ими можно в саду непрерывного цветения в верхней части парка. Кстати, сакура появилась в Сочи в прошлом веке. Так, японское государство Маньчжогу расплатилось с Россией за то, что она уступила ему китайско-восточную железную дорогу. С тех пор легендарная декоративная вишня украшает парки и улицы нашего города. Помимо сакур в Дендрарии цветет красивейшая лиана – глициния. Кстати, в Японии ее называют поэтично – цветок из пасти дракона. Рядом распустилось и густоцветущее деревце Церцис. По легенде, оно было единственным пожалевшим Иуду из кариота, став из белого скорбящий фиолетовым. Ну а пик цветения сакур сотрудники Дендрария прогнозируют на начало мая. Прекрасная сакура цветет, а значит тепло не за горами. Что же можно делать на приусадебном участке в мае? Ведь весна выдалась холодной и почва не успела прогреться до заветных 25 градусов, чтобы можно было высаживать в грунт рассаду. До 10 числа рассаду подкормить водорастворимым комплексным удобрением. Начиная с 10 мая, рассаду помидоров, баклажанов, перцев можно уже высаживать на участок. Чтобы рассада укрепилась, а корни развились быстрее, пролить цирконом. И в течение всего месяца подкармливаем растения и кустарники комплексными удобрениями, в которых азота больше, фосфор и калий в равных пропорциях. Чтобы гортензии и хвойники не заболели хлорозом, закисляем почву торфом, сульфатом аммония или проливаем сок одного лимона на 5 литров воды. Под перекупку огорода вносятся органические или гранулированные комплексные удобрения – 20 граммов на 1 квадратный метр. Приствольные круги широколистых деревьев, например, хурмы, азимины – замульчировать для хороших завязей. Проводим второй этап голубого опрыскивания, но однопроцентной бордоской жидкостью – 100 граммов купороса и 100 граммов извести на 10 литров воды. В 2012 году с новыми посадочными материалами из европейских питомников к нам в город попали приезжие насекомые-вредители. Гибнущие пальмы с перфорированными листьями, засыхающие можжевельники, кипарисы, туи и дубы – это результат деятельности именно инвайдеров. Многие годы борьба с этими насекомыми была безуспешна из-за запрета применения необходимых химических препаратов на особо охраняемых природных территориях. Но в марте на заседании с министром природных ресурсов Российской Федерации Александром Козловым этот вопрос оказался решённым в пользу спасения уникальных зелёных символов города. «Мы сейчас получили разрешение из Министерства природных ресурсов использовать химпрепараты низкого класса опасности, там перечень порядка десяти наименований, которые наименьшим образом могут повредить другим обитателям, но будут губительны для вот этих инвазивных видов». На пяти модельных участках Сочи и в окрестностях села Бестужевская, где определена площадка для слежения за дубравыми, опрыскали эвкалипты, кипарисы, мжевельники, дубы и самшит. В пальмы препарат заливается сверху, в место, где отложил свои гладкие яиц, пальмовый мотылёк. «Этими препаратами на ООПТ, на особо охраняемых природных территориях, естественно, не пользовались, потому что были запреты федеральным законодательством. Но пользовались в парках, скверах и не только у нас, но и за рубежом, например, в Грузии, в Абхазии. Они давали очень хорошие результаты». После обработки большинство растений находится в удовлетворительном состоянии и не потеряло своей привлекательности. Эксперимент продолжится в течение года. Полученный опыт будет тиражирован на всю городскую территорию, Сочинский национальный парк и дубовые леса. «Из Далии нам была передана коробка с галлами-орихотворкой, из которой в нашем институте, в лаборатории мы вывели взрослых особей таримуса, которого мы выпустим здесь, против борьбы с орихотворкой». Руководитель научной лаборатории по защите леса Александр Раков из Института лесоводства и механизации лесного хозяйства рассказал, что выпуска детях крылатых хищников будут одновременно в нескольких участковых лесничествах — Ногомыском, Марьинском, Лазаревском и Головинском. В борьбе с орихотворкой таримус — единственный и наиболее успешный международный метод. Только взрослые особи этого энтомофага способны проткнуть галл или орех, который образует вокруг себя личинка-паразита, подселить туда свою личинку, которая уничтожит потомство вредителя. «Он не грозит никаким аборигенным видом, питается только восточной каштановой орехотворкой. У него такое меню, вот как у гурмана, понравилось ему там авокадо, к примеру, и он питается только авокадо или манго. Вот он питается только восточной каштановой орехотворкой. И в случае, если, когда он побеждает, начинает побеждать эту восточную вредителя, уменьшается численность и таримуса». Часть таримуса выпустили в небольшие теплицы — контрольные участки, где специалисты смогут отслеживать приживаемость ос, оценить осенью, как они справились с вредителем, и собрать их новые галы ранней весной следующего года. Остальных энтомофагов выпустили возле деревьев в лесничестве. Осы почувствуют свою добычу в галах орехотворки и заселятся на все каштаны лесничества. «Много-много лет вопрос не решался вообще никак. Задача была поставлена правительством, транслирована министром абсолютно четко этот вопрос решить. Ну, собственно говоря, был проведен анализ законодательства, была проведена работа с научными сотрудниками в первую очередь, потому что все-таки эта работа требует научного обоснования. Ну и, в общем, то, что мы сейчас видим, это результат этой большой работы. Просто скажу, очень много лет то, что запрещалось, оказалось с точки зрения действующего законодательства разрешено. Применение, в первую очередь, энтомофагов для борьбы с инвазивными вредителями – это возможно, это нужно, а самое главное – это востребовано». Заметные улучшения по каштану средобному проявятся уже через два-три года. А через год бороться с инвазивными насекомыми начнут массово на всей территории Большого Сочи, в том числе на приусадебных участках и дворовых территориях многоэтажек. Разъяснения по применению химических препаратов будут даны на сайте Сочинского нацпарка и на сайте Департамента паркового хозяйства. А недорогие средства борьбы с паразитами поступят в свободную продажу. Смотрите далее. Богомол защитит растения от вредителей. Как приманить насекомых помощников на свой участок? А также петунья переезжает на ПМЖ. Как правильно пересадить ампельные цветы в садовое кашпо и наслаждаться пышным цветением до самых заморозков? В Сочи есть и наши местные энтомофаги, которых ни в коем случае нельзя выгонять из сада, потому что они помогают избавиться от вредителей, поедая их. Тлю уничтожают божьи коровки, личинки бабочек-златоглазок, жуки-пожарники, а от слизней избавят жужелицы. Ну и король, конечно, всему. Это богомол. И вот мы на этом дереве хотим показать, как он крепится к веточкам. Многие люди не понимают, что за капсулы висят на их деревьях и стараются их сорвать и выкинуть. На самом деле это богомолы. Такую капсулу самка откладывает осенью, и она остается на ветке до следующего года. Вот такие капсулы вылупляются в конце мая. Маленькие богомольчики выходят, и по мере их роста они едят насекомых, чуть больше себя даже съедают. Примерно. И они растут от этого, и съедают они очень много. Растут от этого и едят вплоть до того, что они прям очень крупных насекомых начинают поедать. Особенно саранчу. Очень много едят саранчи. И даже тлей в маленьком возрасте больше себя поднимают, съедают. Потом они едят всевозможных жуков, вредных, даже капустниц. Одна семейка в 20 особей может обезопасить от вредителей участок площадью до 6 соток. И не будет вреда, если в саду будет больше таких капсул. Поэтому мы берем веточки, находим где-то в лесу с вот этими капсулами и привязываем к своим деревцам. Этим мы обеспечим полную защиту сада от вредителей. А это значит еще и то, что инсектицидами сад тоже обрабатывать уже не надо. Примечательно, что богомолы закрепляют за собой определенную территорию и не уходят с нее, защищая участок на протяжении всей своей короткой, всего в один год жизни. Из-за холодной весны насекомых опылителей на все цветущие растения тоже не хватает. Как же привлечь их в свой сад? Например, возьмем это редчайшее растение гуми. И вот его никто не опыляет, ни одна пчелка. Как же привлечь к нему опылителей? Есть такая мечта у пчелок, чтобы готовый мед был уже. Мы берем простой мед, разбавляем водой, достаточно чайной ложечки на литр воды растворили, запах меда останется, и он привлечет. И не только пчелок, может каких-то мух, и они будут лазить и доопылять. Так же это делаем мы и в теплицах с огурцами. Но это не все помощники сада, которых очень хорошо имеет на приусадебном участке. Их можно не только приманивать, но и разводить самим. Сегодня мы поговорим о таких помощниках сада, как червяки. Это так называемая вермикультура. Есть разные виды червяков дождевых, которые нам помогают в саду собрать старые листья, утилизировать их в землю, создать там ходы в земле, чтобы было побольше воздушного пространства у корней, чтобы растения лучше развивались, чтобы были дополнительные удобрения. В нашей стране был выведен такой червяк, назывался он старатель. В других странах применяют также калифорнийских червей. Они очень похожи на наших обычных навозных червей. С такой только особенностью, что никуда они не распространяются. Они не расползаются, не путешествуют, как обычные дождевые черви, а держатся в одном примерно квадратном метре. Это их прописка, они там прописываются и держатся. Вермикультура – это особая тема, которая подходит для наших садов, особенно в Сочи, потому что у нас тепло. У нас даже калифорнийские червяки себя хорошо чувствуют зимой в специальных заграждениях, которые люди делают сами. В таких конструкциях разводятся калифорнийские червяки-старатели и несколько других видов. Можно их также сделать и самостоятельно, из обычных палет деревянных, и закладывая туда растительные остатки. Запустив туда червяков, они довольно-таки быстро все перерабатывают, все съедают. Вот такая конструкция из нескольких ящиков. Первый ящик запасной, здесь мы можем докладывать еще все. Он пока у нас запасной. Вот в этот мы закладываем пищевые отходы, в которые потом проникают из нижнего ящика червяки. И вот они съедают, перерабатывают. И потом, если в верхний ящик заложены другие пищеводы, пищевые отходы, то они поднимаются через дырочки вверх. Их детки. Вот это нижний, самый ценный ряд. Здесь живет масса вот этих червяков. Это уже переработанные пищевые отходы, растительные остатки. Польза основных, они делают шикарный биогумус. Такую субстанцию, в которой очень хорошо растут растения. Даже небольшая добавка такого биогумуса, либо в горшок, либо под растения, либо под овощи, значительно увеличивает и урожайность, и декоративность растений. Земля, которую они делают, бесценна, биогумус. И дополнительно они делают вермичай. Вот в таком кранике открываем его, и у нас вот стекает туда жидкость. Она такого густого, тягущего цвета, почти как нефть. Бесценного. Вот проливаем таким вермичаем разбавленным. 1 к 20 растения. И растения дают невероятные урожаи. Очень красивая внешняя форма у растений становится. Правильное развитие. Это правильная биология. Мы можем их выпускать, допустим, в большой горшок. Там земля уплотняется. И чтобы земля не уплотнялась, мы сверху мульчируем, выпускаем туда несколько червяков. И они ходят туда-сюда и делают там дырочки. И вот через эти дырочки идет аэрация. Выпускать их можно сейчас, когда потеплело, и температура выше 15 градусов. Под одно дерево, как и в горшок, 2-3 червячка. Но чтобы червякам там была еда, надо сверху мульчировать, либо в горшок добавлять кусочки палочек, веточек, листиков, листовой земли. Что мы сейчас будем делать? Мы их будем подселять в горшок, чтобы они там свою работу сделали. Как правильно. Здесь разного возраста. И поменьше, и постарше. Мы их подселим сейчас к апельсину, чтобы он здесь съедал. И растительные остатки, которыми будут мульчироваться весь сезон. И листья опавшие. В основном, чтобы он съедал растительные остатки, и чтобы аэрация у корней была. И биогумус был. Дальше взрослые особи будут спокойно размножаться. И они, и их потомство будут за этим деревцем ухаживать. И никогда из-под него не уйдут. А мы возвращаемся в гости к нашему садоводу-любителю Ольге Пафифовой. В марте мы высеяли гранулированные профессиональные семена ампельной петуньи. Контейнер детскую отправили под лампы, поливали. Через полтора месяца пикировали, то есть пересадили в отдельные стаканчики. И вот теперь… Из такого одного маленького крохотного семечка выросло за два месяца вот такое растение. Сегодня мы это растение будем пересаживать вот в такое кашпо. Вот пригодились как раз наши кашпо. Кашпо обязательно должно быть не менее 80 литров. Это важно. На одно растение можно даже и больше. Если мы будем сажать серию тайдал, которые мы с вами сеяли, то они от 15 литров и больше. Петунья, она очень любит объем земли. Только одно растение на одно кашпо. Нам потребуется сегодня для того, чтобы пересадить нашу петунью уже на постоянное место жительства, для этого нам потребуется обязательно три составляющих. Три части земли мы берем. Чернозем, торф и обычную садовую землю, но если она у вас более или менее рыхлая, хорошая. Глину, конечно, не берем. Все это тщательно перемешиваем. Она должна быть рыхлой, она должна быть воздушной, и она должна быть очень питательной. Перлит можно добавлять, но я добавляю перлит в стаканчике более меньшего объема. А сюда, в кашпо, я уже не добавляю перлит. Уже растение набрало свою мощь, оно справится и без перлита уже. Берем кашпо. Кашпо обязательно должно быть с дренажными отверстиями. Дренаж я использую, вот обычный пенопласт, но можно использовать и пластиковые бутылки. Просто выдавить воздух, 0,6, вот бутылка, допустим, закрыл крышечкой, и тоже туда, это если большие объемы кашпо. Сейчас мы берем нашу землю и высыпаем в кашпо. Грунта должно быть столько, чтобы он занял весь объем кашпо до самых бортиков. Далее делаем небольшое углубление размером с емкость горшка, в котором нарастила себе корни петунья. Вообще очень прожорливая такая вот у нас девица-краса. И я использую пролонгированное удобрение длительного действия для того, чтобы здесь в почве было еще достаточно микро- и макроэлементов, всех полезных веществ. Удобрение используют 3-4 грамма на 1 литр почвы. Удобрение перемешиваем с почвой, а прежде чем высадить бетунью в кашпо, нужно сделать ей прищипку. Он спускает паучки. Вот эти паучки нужно вот так прищипнуть. Делается это для того, чтобы кустик стал пышным, давал много побегов, а также, чтобы сформировать из него форму шара. Сейчас мы смотрим нашу корневую систему. Корневая отличная, вот она уже пошла немножко даже в кольцо. Для лучшего роста петунья любит небольшие стрессы, поэтому можно прищипнуть ей и корешки перед высадкой, а сложившееся колечко немного разрыхлить. Все, и прямо вот так целиком мы ее укладываем и смотрим, чтобы она была на уровне кашпо. И сейчас скажу про полив. Про полив это вот прям очень важно. Одна из важнейших составляющих. Сейчас самое главное, пока она еще не прихватилась корнями и не поняла, что у нее такой огромный запас здесь земли, такое огромное количество объем, она еще маленькая для этого количества. Главное не перелить сейчас. Если будет много воды, она может заболеть, захлорозить. То есть водички сейчас прям вот по краю. Водичка отстойная, водичка комнатной температуры. Растение у нас тоже сейчас любит, чтобы было тепло ей, хорошо, комфортно. На 10 литров объема кашпо достаточно пол-литра воды. И все, сейчас мы ее на улицу выносить не будем. Она несколько дней, даже не несколько дней, может неделю, полторы. Лучше, конечно, ее сейчас куда-то в парник, если есть тепличка какая-то. Если нет, то на балкон, либо в комнате останется, если не жарко комната. И чтобы она немножечко прихватилась. Погода как бы ей еще холодна на улицу. Но через две недели, максимум через полторы-две недели, ее можно уже выносить спокойно. Она уже даст в рост, она уже укоренится и уже будет расти. Лучшая температура на улице для питуньи – 18-20 градусов. И первые дни не надо выставлять ее на солнце. Растение должно адаптироваться к новым условиям постепенно. Потом, конечно, это солнцелюбивое растение. Ее надо на солнце, либо полутень. В тени она, конечно, будет, но будет слабенькая, будет болеть. Лучше тогда ее на солнышко или на полусолнце. Подкармливаем фосфатом калия, кальциевые селитры. При каждом полеве в полдозы, указанной на упаковке. Когда она берет свой объем и массу, добавляем в рацион цветка и мочевину для обильного цветения. Одна чайная ложка на 5 литров воды. А в качестве профилактики нужно проводить опрыскивание красавицы питуньи от болезней и вредителей. Наш выпуск подошел к концу. Надеемся, он был для вас полезен. А если вы хотите стать экспертом-садоводом в нашей следующей программе, пишите нам в директ и присылайте фотографии. Когда мы свяжемся с вами, ждите ботанику Сочи к себе в гости всей съемочной группой. И до встречи в лучшей программе о ботанике, потому что это Ботаника Сочи.